Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Агуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Очередной скандал с туристическим агентством. Финал комплексных учений коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности взаимодействия 2014. Ох уж этот футбол, столько надежд и все напрасно. Работа туристических фирм не подается описанию и проходит на грани фола. Еще 16 туристов не смогли вылететь на отдых в Турцию из Караганды по вине турфирмы «Азалия». Их рейс должен был отправиться 21 августа в 3 часа ночи. Вчера стало известно, что карагандинская туристическая фирма «Азалия Тур» оставила без отдыха более 40 своих клиентов. Разозлившиеся туристы требуют справедливости и намерены добиться суда над виновными в их несостоявшемся отдыхе. Напишем заявление, чтобы ее посадили, чтобы другим не было повадно. Сейчас вот еще полчаса подождем представителя турфирмы, представителя с Турцией. Он поехал с мамой договариваться, не знаем о чем, но сейчас поедем в УВД области. Под горячую руку досталась сотрудницам турфирмы. «Азалия мне скажет, посчитай туры, например. Я все это считаю, говорю ей цены, туристам потом перезваниваю, говорю цены и выписываю страховки, и все. К банку я никакого отношения не имею, потому что все деньги это у нее оплачивать только может она. Ключи от сейфа, все это тоже у меня как бы ничего нет». Главный человек турфирмы «Азалия» не отвечает на телефонные звонки, и никто не знает, где она сейчас. Она скрывается суммой 120 тысяч долларов. Половина клиентов узнали о банкротстве в Карагандинском аэропорту и не смогли вылететь. Но улетевшим в путешествие повезло не больше. Тех, кто успел долететь до Турецкого берега, их уже выселяют из отелей. Работники турфирмы на нервах, туристы в разъяренном состоянии. Из-за этого получился конфликт. «Тихо, тихо, тихо, успокойтесь, и лед». «Тихо, тихо, тихо, успокойтесь, и лед». Турфирмы как будто соревнуются, кто больше оставит своих клиентов без отдыха. Лариса Хусейнова, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. 21 августа в Казахстане подорожал бензин. Причина тому – приказ Министерства национальной экономики нашей республики. Его подписал глава этого ведомства Ербулат Дусаев. Теперь установлены такие цены. Дизельное топливо – 115 тенге за литр, АИ-80 – 89 тенге за литр, литр горючего АИ-92-93 официально стоит 128 тенге. Напомню, в мае нынешнего года выросла цена на дизельное топливо. Тогда правительство разрешило подорожать солярке до 115 тенге за литр, а до этого ее разрешали продавать по 102 тенге за литр. Получается, что подорожал только бензин самой ходовой марки – АИ-92 и 93. До нынешнего повышения он официально стоил 115 тенге за литр, но многие карагандинские автозаправки продавали это горючее дешевле – по 112-113 тенге за литр. Поднялись цены на бензин, зарплату не подняли. Скоро встанем все тут дружно и будем поставать, чтобы цены опускали. Но не дело за 150 тенге заливать за литр. Очень дорого. Чтобы бензин подорожал. Сейчас людям не так тяжело. Выводу 100 тенге – нормально. Оптовые цены, как в Казахстане, так и в России неуклонно растут. И покупать АИ-92 розницы экономически невыгодно. Заместитель генерального директора по маркетингу АО «Козмунайгаз» переработка и маркетинг «Ирланко» и «Багаров» считает, что цены на регулируемые виды нефтепродуктов в Казахстане должны быть повышены на 10-15%. После дефицита бензина – резкое подорожание. Водители почти единогласно думают, что никакого дефицита не было. А это лишь повод поднятия цен. В свою очередь первый заместитель генерального директора АО «Козмунайгаз» переработка и маркетинг Ербулат Кожабаев признал, что в данное время в стране наблюдается перебой с топливом. Эта ситуация не изменится, пока не закончится модернизация нефтеперерабатывающего завода. Лариса Хусейнова, Эйдин Жекан, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Наступает время подводить итоги весеннего задела с сельхозпроизводителями. Село готовится к сбору урожая 2014 года. Акимобласти Нурмухабет Абдибеков провел совещание, на котором рассматривались вопросы подготовки техники к уборочной компании. В этом году предстоит убрать около 700 тысяч гектаров пассивных площадей. Для работы уборочной техники необходимы горюче-смазочные материалы. Проблемы с их поставкой по низким ценам выдвигались на первый план. На сегодня выделено около 17 тысяч тонн удешевленного топлива, но поставлено оператором только 6 тысяч тонн. Руководители отчитывались о готовности хлебоприемных пунктов к приему нового урожая 2014 года. Проверялись элеваторы зерно-сушилки. В этом году предстоит убрать более 700 тысяч пассивных площадей. Если в разрезе культур сказать, это более 27,5 тысяч масличных культур, 8 тысяч картофеля и 1300 овощей. Акиматы района заключают меморандумы сейхо с производителями, где закреплены обязательства по ряду пунктов. Все для того, чтобы свести на нет возможные потери урожая. Планируемый объем урожайности, если в среднем составить 9 сантиметров в гектаре, тогда валовый сбор урожая у нас составит более 670 тысяч тонн зерна по области. Специалисты считают, что по сравнению с прошлым годом валовый сбор урожая будет несколько ниже, но вполне достаточным, чтобы не волноваться о запасах зерна и кормов. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей, монтажной шириной 53 мм, представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Правила предоставления жилищной помощи нуждающимся карагандинцам изменились. Льготные проездные билеты для студентов и учащихся очников вновь начнут действовать после летних каникул. Эти вопросы депутаты обсуждали на 39-й сессии городского маслехата. В условия выдачи жилищной помощи внесли некоторые поправки. Ее начнут начислять с месяца обращения граждан до конца текущего квартала. И еще, все необходимые документы теперь будут принимать только через местные центры обслуживания населения. Данная мера приведет к увеличению охвата населениями меры социальной поддержки. И количество семей у нас увеличится с 2500 семей до 3000 семей. Увеличится средний размер жилищной помощи с 3150,30 до 3800,47. Бюджетные средства дополнительно нет необходимости выделять. Бюджеты, которые будут представлены на 2014 год, финансовые средства позволяют выделить данную жилищную помощь. Нуждающимся гражданам регулярно оказывается социальная поддержка. В порядке очереди предоставляется жилье, малобеспеченным семьям оказывается материальная помощь за счет средств местного бюджета. За процессом наблюдают городские депутаты, проводят встречи, выезды и совещания. Нужно обеспечить социально уязвимые слои населения всевозможной поддержкой. Прошу всех депутатов поддержать вопрос об утверждении правила предоставления жилищной помощи населению города Караганды. Следующим на обсуждении был вопрос о льготном проезде на внутригородском общественном транспорте для учащихся и студентов очной формы обучения в период сентября по декабрь. Каникулы кончились и финансирование по этой статье возобновились. Бюджет на эти цели утвердили еще в начале нынешнего года. Однако, по словам властей, не все нуждающиеся спешат за помощью по льготному проезду. Сумма была предусмотрена с начала года порядка 343 минут, но было использовано порядка 40 минут. Обсудив вопрос, народные избранники предложили вновь рассмотреть механизмы приобретения льготных билетов, чтобы обеспечить всех нуждающихся и вовремя освоить бюджетные деньги. Принимаю во внимание данный факт как меру социальной защиты участников социализовательных учебных заведений с 9 по 11 классы студентов колледжей и высших учебных заведений очной формы обучения всех форм собственности. Постоянная комиссия по вопросам труда, развития социальной сферы, социальной защиты населения рекомендует в сессии принять данный проект решения. На сегодняшний день уделяется пристальное внимание обеспечению занятости населения. Более 17 тысяч карагандинцев трудоустроены по государственной программе «Дорожная карта занятости 2020» и имеют возможность получить арендное жилье. Разъяснительные работы по госпрограмме проводятся во всех городах страны, в том числе и в Караганде. Главной целью государственной программы является обеспечение устойчивой продуктивной занятости населения путем развития кадрового потенциала, оказания содействия в трудоустройстве в рамках потребностей работодателей. Разработанные меры оказания содействия в трудоустройстве в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости 2020» позволяют снизить уровень безработицы. Задачами программы является обеспечение продуктивной занятости населения, вовлечение в активные меры занятости безработное, самозанятое, безработное, малобеспеченное население. Юрист по профессии Римма Сайфудзинова, как только узнала о программе занятости, тут же собрала все необходимые документы и обратилась в Центр занятости. Здесь ей помогли не только найти работу по профессии, но и предложили арендное жилье. Долгое время не могла найти работу. Обратилась в Центр занятости, мне предложили вакансии, несколько было вакансий. Выдали направление в Казахстанскую ассоциацию предпринимателей. Так как подошла по требуемым им работникам, меня приняли на работу. Основное направление в программе делается по целевым группам. Это молодежь в возрасте до 29 лет, дети-сироты, воспитанники детских домов. Многодетные родители тоже могут полагаться на помощь от государства. Я получил по этой программе служебную квартиру, арендное жилье. Точнее, то 4200, вот так где-то платим. В месяц? В месяц. Все категории граждан, желающие трудоустроиться, могут обратиться в Центры занятости населения города и получить информацию. Гульнуржакен Айденжакан, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Сегодня на полигоне «Спаск» началась финальная и самая активная фаза комплексных учений коллективных сил оперативного реагирования, организации договора о коллективной безопасности взаимодействия 2014. Крупномасштабных маневров по применению контингентов коллективных сил оперативного реагирования в Центрально-Азиатском регионе задействовано около 3000 военнослужащих личного состава, включая части обеспечения из Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана. Подобное учение – это серьезный экзамен на профессионализм военных. Своевременное обнаружение и массированное его воздействие по боевым порядкам и законным вооруженным формированием расстроило систему управления противниками. Соединить воедино наземные войска с боевыми машинами, воздушные силы с десантом – задача и тактически, и практически сложная. После военных годов личный состав осваивал новые опросы вооружения и военные техники, принимал участие в десантировании на гору войны, а также во всех крупных учениях. Выполняя задачи в сложных условиях позволяет выковывать характер воинов, а тем более воинов-десантников, которые готовы выполнить любую задачу в любых условиях обстановки. Даже демонстрация решимости служит укреплению мира на территории всех стран ОДКБ. В числе особенностей взаимодействия 2014 отмечается переброска подразделений КСОР самолетами военной транспортной авиации, КСОР ОДКБ и единой региональной системы ПВО Казахстана и России. Также в целях повышения обороноспособности стран-участниц ОДКБ впервые сделана ставка на усовершенствование вопросов организации информационного противоборства и психологической борьбы, выполнение задач по их ведению. Сегодня же были подведены итоги совместных учений. Силы коллективной безопасности, созданные в 2009 году, как военная составляющая ОДКБ, динамично развиваются. Воинские подразделения, прибывшие из стран ОДКБ, показали выучку, мастерство, которое они приобрели в своих войсках. Учения доказали слаженность и уверенность сил оперативного реагирования стран-организации договора о коллективной безопасности. Цели учений, которые были поставлены руководством учений, достигнуты. Практически все элементы, начиная от планирования штабной фазы, переброски войск, организацию взаимодействия, всестороннее обеспечение и непосредственно действия на поле боя, они отработаны. Подразделения шести дружественных стран выполнили свои задачи на отлично. Естественно, в своих воинских частях еще раз будут анализироваться итоги учений. Но главное достигнуто – понимание в бою есть. Сегодня отрадно видеть современные образцы техники, которые использовались на этих учениях. Мы впервые опробировали совместные действия вооруженных формирований и сил специального назначения. На общем построении отличившихся в учениях военнослужащих отметили особо. Благодарственные слова перед строем также важны, как и награды. Учения взаимодействия 2014 способствуют укреплению сотрудничества в военной сфере стран-участниц ОДКБ, повышают возможности контингентов к ссор по обеспечению безопасности и совместному противостоянию различным угрозам геополитического характера. Сергей Высокосов, Шалкар Алтынбеков, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Караганде успешно реализуется акция «Дорога в школу». К этому учебному году Акимат района Казбек-Пи при участии спонсоров, оказывающих благотворительную помощь, подготовили к школе 8 детей из малообеспеченных семей. Под девизом «Дари детям добро» проводится ежегодная широкомасштабная акция «Дорога в школу». Целью акции является оказание поддержки школьникам из малообеспеченных семей. Екатерина Федорова одна из тех, кому помог Акимат. Она одна воспитывает троих детей. Но таких семей, к сожалению, очень много, и все они нуждаются в поддержке. Нам позвонили с Акиматой и сказали, что нам приходит помощь, так как я многодетная мать-одиночка, и решили Акимат нам в этом году сделать небольшую помощь. Но для нас это очень большая помощь, потому что все-таки двоих ходить в школу у меня бы просто не было возможности. Большое ему спасибо, низкий поклон от всей нашей семьи. В рамках акции во всех организациях образования проводятся школьные мероприятия по оказанию помощи детям, которые нуждаются в социальной поддержке. Организованы благотворительные марафоны по вручению школьникам подарков в преддверии нового учебного года. Большое спасибо за весь подарок. Я хочу в школу идти, учиться, буду хорошо учиться. Буду пятерки получать, маму буду радовать. Для детей из малообеспеченных семей подарили школьную форму, спортивный костюм, обувь, тетрадки и еще множество вещей, столь необходимых во время учебы. Во всех школах города размещены информационные стенды об акции «Дорога в школу». Расклеены логотипы. Также действуют пункты по сбору вещей и школьных принадлежностей. Лариса Хусейнова, Толиген Рашидов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинск. В самом центре Караганды у торгового дома «Абзал» прошла акция «Мы за чистый город». В ней приняли участие не только полицейские, но и представители неправительственных организаций «Мир добра», а также волонтеры общества «Красного полумесяца». Неравнодушные люди собрались, чтобы призвать карагандинцев соблюдать чистоту в отношении друг к другу и к своему любимому городу. Здравствуйте. К такому призыву люди относятся по-разному. Но солидарность присуща большинству карагандинцев. Полицейские, волонтеры общества «Красного креста» и общественного объединения «Мир добра» рассказывали карагандинцам и гостям шахтерской столицы о необходимости соблюдать чистоту на улицах города. Ведь улицы – это лицо нашего города. Волонтеры и сотрудники Центрального отдела полиции раздавали всем буклеты, памятки, призываясь соблюдать чистоту и не нарушать закон. Но! Одна из карагандинок, получив памятку, тут же бросила ее на землю. С молодой девушкой, которой только что призывали не нарушать закон, стражи правопорядка провели профилактическую беседу, еще раз напомнив ей о том, что до мусора установлены урны, а за выброс мусора ее могут не только оштрафовать, но и арестовать. «В первый же день акции сотрудниками полиции территориальных подразделений УВД города Караганды было привлечено к ответственности 132 граждан. Из них 120 нарушителей привлечены к административному взысканию в виде штрафа. Девяти нарушителям было вынесено предупреждение. Трое нарушителей привлечены к административному аресту на сроках до 10 суток». 20 августа одного из жителей Караганды, заброшенной на землю Акурок, оштрафовали на 5 556 деньги. Задумайтесь. Основная цель акции – предупреждение пресечения фактов загрязнения мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок, формирование системы, направленной на осуществление индивидуально-профилактической работы с лицами, склонными к совершению подобных правонарушений. «Мы говорим сегодня «нет» тем действиям, которые противозаконны. Мы говорим сегодня «да» чистому городу. Мы призываем наше население гордиться нашим городом, потому что на сегодняшний день город наш чистый, зеленый, красивый. Любая общественная организация – это вспомогательная по отношению к госструктуре. Мы сегодня управлением внутренних дел, инициатива хорошая, мы ее поддерживаем. Напомним, что акция продлится до 23 августа текущего года на территории города Караганды. Но с окончанием акции борьба за чистоту Караганды и нулевую терпимость в обществе не закончится. «Мы – это чистый город!» Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. В гостях хорошо, а дома не всегда легче. Несмотря на достойный настрой столичной команды, футбольный клуб «Астана» проиграла испанскому «Вилья Реалу». Счет 0-3. Матч Лиги Европы «Астана» «Вилья Реал» вошел в пятерку самых посещаемых матчей с участием казахстанских команд в Еврокубках. Эта игра питала надеждами многих казахстанских болельщиков. Ведь представителей казахстанского футбола на европейской арене осталось лишь двое. В стадии плей-офф столичному клубу достался весьма опытный соперник. По игре было видно, что игроки «Астаны» делали акцент на контратакующий футбол. Более того, казахстанцы на 60-й минуте остались в меньшинстве. К сожалению, несмотря на все старания удержать свои ворота сухими, данная тактика не вымчалась успехом. Обидный итог на табло, который оставляет минимальные шансы на ответной встрече. Постарались играть на максимум наши возможности. К сожалению, мы допустили на первый был очень легкой ошибка, тоже и на второй гол. Но команда создала дост, и когда было 10 человек, попробовала гол забить тоже. У нас ситуация есть, не получилось. Хорошая... Так мы увидели, какой уровень большой команды, и это будет хороший урок. Изначально было видно, что астанинский клуб играл очень интенсивно. В начале встречи мы видели большую угрозу от соперников. Несмотря на результат, наши игроки настроены дать бой в ответной игре. А она состоится в Испании 28 августа. Сергей Мисокосов, Ануар Сейдрахим, Айдин Жакан, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Приятных вам выходных. Аман Сау Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин